Привет, я Эрик Шоков, и спустя год мы это сделали. Что мы вообще сделали? И для чего мы это сделали? Для кого мы это сделали? Откуда это появилась идея? Сейчас я вкрасно все расскажу. Сейчас я тебе покажу записи сторисов брата Симпла Алексея Костелева. Короче, у меня есть гениальная идея. Смотрите, если Valve сделают эмулятор клатчей, допустим, лучших игроков или лучших моментов за всю историю существования CS. То есть, допустим, взял там один из проигроков какой-то клатч на одном из чемпов. Они его моделируют, воспроизводят и кидают тебя стать героем этого клатча. Понимаете? Это гениально! Я сильно заинтересовался, ведь это реально интересная тема. Ну и спустя год, всего год. Я, конечно, думал, что это за три месяца будет. Но теперь я готов выдохнуть, мы это сделали. И сейчас я вам покажу, как это выглядит. Это просто легендарно, правда. Давайте к сути. Мы сделали карту, и сейчас самая главная задача, это ее правильно продвигать. И, понятное дело, у меня ресурсов много, но недостаточно, чтобы продвинуть ее на весь мир. С этим можете помочь вы, те люди, которые ждали эту карту и просто хотите поддержать меня и нашу команду Сабершока. Я никогда в жизни не просил писать в донатах или в комментариях у Симпла, к слову. Но сейчас я это реально прошу, потому что мы делали эту карту год, и просто очень хочется, чтобы все быстримеры и проигроки, которые участвовали в этом ролике, тот же Ника попробовал бы этот момент еще раз. Ну, мне кажется, это точно их заинтересует, потому что это просто история. Но заметьте, что лучше скидывать не этот ролик, а саму карту из воркшопа, потому что тут все на русском языке, плюс тут будет реклама. Я думаю, что можно приступать. Экскурсия по карте, которая делалась год, и это не просто карта, это реально челлендж и что-то новое в CSGO. Ну, а также буду благодарен вашему лайку, ведь он помогает продвижению роликов на площадке YouTube. Приступаем к самой карте. Это история, это реальная история, это то, во что нельзя было поверить в начале создания, что такое появится в CSGO. Ну, а тем более, руками команды с Абишоком. Не пугайтесь, это нормальная практика. С самого начала игры вы должны добежать до таинственной двери, которая для вас откроет новые возможности Сурс 1. Хмм, свет, планшет, лестница. Зарядки нет. Хмм, нужно нажать на кнопку. Так, здесь что-то ломается. Вам, понятное дело, я это все знаю, просто подыгрывай, давай. Вау, тут что-то падает, невероятно, невероятно. Что? Что происходит? Что? Сто процент. Я упал. Что произошло? Так, мы просыпаемся. Хмм. Английский либо русский, ну давайте на русском. Так, я могу здесь выбрать клатч, который хочу повторить. Клатч от Твиста в 2017 году. Сайбершок. Так, это тот самый выключатель. Здесь у нас доска рекордов. И это не просто цифры, это реальная доска рекордов. И здесь не просто можно повторять клатчи, но еще эти клатчи записываются. И можно соревноваться с друзьями. Это не просто развлечение на один день. На три дня, как минимум. Так. Красота. Ну что ж, у меня есть идея показать вам, что такое планшет на этой карте. Нажимаем сюда. Вы еще не поставили свой рекорд. Нажимаем сюда. И здесь пишется информация о моменте. Турнир iBuyPowerMaster 2017, HLTV, видео-референс, ссылка на демку, идти к демке. А что будет, если я нажму сюда? Да, ты не пройдешь другие моменты, пока не пройдешь первые. Это такая вот интересная история с прохождением карты. Ну и чтобы пройти момент сипла с легендарным граффити, нужно пройти еще два уровня. Так, давайте нажимать play. И будем играть за твиста. Загрузка. Так, я должен сейчас посмотреть то, как это будет выглядеть со стороны... Твистов. Первый, второй. Третий. Интересно. Так, я ничего не понял на самом деле. Еще раз. Я хочу посмотреть, как это должно быть. В голову этого. Потом добить его так. И этого спреем. Ну, по сути, этот клатч легкий. Прям легкий. То есть, это такой разминочный клатч. Давайте повторять. Я добавлю сразу же авторестарт. И добавлю подсветку противников. В голову. Я не успел. Время закончилось. Так, давайте еще раз. В голову. Этого в голову. И этого со спрей. Так. Синхронизация движений 23%. 0%. Я сделал очень плохо. Мои ошибки, смотрите. Первый килл нормальный. Второй очень рано. И третий вообще, я, видимо, в голову, да, убил. Нужно было в тело. Общий результат минус 12%. А лучше был 60%. Вот такие вот дела. Самые внимательные заметили, что я, выполняя задание, разблокировал момент с Никой и с Симплом. Поэтому я приступаю к прохождению Симбол чуть попозже. Давайте пока проведем эксперимент с Никой. Так. В руках АВП. Первый есть. Берет калаш. Первый. Второй. Третий. Ну, слушайте, это тоже такой простенький момент. Так. Вот сюда навозимся. Первый. Берем калаш. В голову. И тело прострелом должно было быть. Синхронизация 54%. Кстати, это очень хорошо. Раз. Выкидываем. В голову. И в тело. Давай, идти сюда, нет! 65%. Это наш рекорд. И опять же, у нас разблокировались моменты с Нафом и Диско Доплан. Ну что ж. Мой лучший здесь 60%, здесь 70%. Ну что ж, и тот самый момент Симпла. Где я должен повторить его момент 2016 года. Давайте вспомним, как это было. И я не буду включать момент с видео какого-то. Это уже будет здесь. Даже голоса. Легендарно. Начинаем. У нас есть такой вот мини-подсказка, как нужно бежать, чтобы сделать очень большой процент повторения. Убиваем первого. Это было очень мимо, поэтому нас теперь запустило. Пока что у нас синхронизация вся 40%. Пока мы добежали, процент упал. Но зум не получился. И здесь опять же мимо. Синхронизация в движении 14%. Это мой лучший момент. Я сейчас делаю момент лучше, чем у Симпла. Проверяйте. Он здесь не панихой был, а я из панихоплю. Ну и докажите, что это было не так. Так, ну все получается. Я выхожу с этого момента. У меня процент совпадения 44%. Так, сейчас у нас нав. Первый есть. Что? Что? Если что, я сейчас не подыгрываю. Эти моменты я не проходил. Так, смотрим еще раз. У него горил тело, голову и еще раз голову. Это очень дико и непонятно, что вообще произошло. Так, ладно, давайте пробовать. Убиваем этого и потом... Как-то так. 7%. Надо было отойти назад, я не заметил. Короче, это очень много моментов, которые ты будешь замечать, только когда ты будешь делать раз в соуты, наверное. 24% уже лучше. Первый. Раз, два. 30%. Все, мне кажется, это пока что мой максимум. В итоге у меня получилось 52%. Идем дальше на пятый момент. И это у нас диско доплан против команды Кингвин. Так, пока более-менее. О боже, как... Куда он спрейт? А, ну так, это выглядит, кстати, очень просто. Ну, пока что. Давайте пробовать. В тело и отойти и убить в голову. Нет, убить в тело. 22%. О, сейчас очень хорошо было. Как будто я дискотоплан. Как будто я дискотоплан, я не понимаю. У нас в итоге получилось 52%. Так, Хико. Этот момент я помню даже без записи. Я бы мог подумать, но нет, тут нужна каждая деталь. Первым мы убиваем в голову прострелом. Второго в голову. В тело. И еще раз в тело. Мда. Интересно, интересно. Давайте пробовать. Не, это просто легендарно. Смотрите. Хорошо. 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 И... И вот этого. Фу, ну это лучшая моя попытка. Я сдаюсь в этом моменте. 48% совпадения. И дико сложно. Так, давайте дальше смотреть. Мы сейчас будем играть за Барбара. Так, ну это вообще изи. Вот это должно быть супер изи. Потому что пчелики летят на тебя прям. Я просто должен отстреливать. Как будто играю в катке. То есть тут гений. 200 IQ никакого не будет. Ну, кроме того, что они не побегут на меня. А, я должен был двинуться. Ну, типа, это самый легкий момент, наверное. 69%! Это... Вот этот момент будет моим легендарным. 77%. Так. Апекс против трех. Ой-ой-ой, это тоже вроде изи. А, в голову третьего. Серьезно? Так, раз, два. Выходим сюда и три. 55. Уже 70. Серьезно? Идем сюда и... Ну, почти. Идем дальше. А, Серкио. Блин, это просто легендарно. Ну, допустим. Сколько? 44%. Я пересмотрел момент и понял, что нужно было встать сюда. Дальше убиваем вот так. Убиваем в голову. И дальше сюда. Сколько процентов? 69. Идем дальше. Это у нас Экскюрейт против Мичус, Некса и Би Али. О, господи. Выглядит, опять же, очень просто. Мне кажется, не должно быть сложно. Ой-ой-ой, у нас оценки очень плохие. Ну, типа, сейчас обосновано, почему плохие оценки. Я делаю все не так. Так, идем убивать в тело. В голову. И в тело. Я сейчас остановлюсь на 52%. Мы идем дальше. Это у нас, опять же, Хика. Ну, теперь у него не Тайка, а М-ка. Что же он такой сделал? Так, кидает флешку. Впервые за все моменты у нас появилась флешка. Вы представляете? А-а-а. Вот как. Кидаем флеш. Ай-яй-яй-яй-яй. 27%? Флешка. Ну, типа, ты меня не слышишь, договорились. Мы этот, кстати, в момент прошли на 56%. Почти ушло с третьей попытки. А GDM, боже, я это повторял. Я это повторял. Честно, я даже без записи могу это повторить. Ладно, для вас я покажу этот момент. Но я это 100% пройду. По 250. Сейчас щелл выйдет из токсика. Сейчас будет токсик. И дальше кидает флешку. Под него выходит, убивает первого на... Короче, ладно. Сейчас будет интересно. Так. Ждем. Кидаем флеш. Убиваем. И ждем прыгающего. Убиваем в воздухе. Блин, последним это, конечно, жестко. Но надо было в голову. Убиваем голову. Убиваем назад. Убиваем вот этого. Ждем вот здесь. Кидаем флеш. Флешбэнг АП. Выходим. И ждем прыгающего. И так. 48%. Так. Симпл. Против двух. Против двух. Что он такое сделал, что против двух? Первое. Так. Ну, тут надо будет залезть, как он. Хорошо. Первый килл вот такой. Залезаем. И убиваем. Да ладно. Я думал, он сперва раз получится. Первого. И... Блин. Первого. Да что за дерьмо? 68%. Дружище, я тут. По сути, здесь у нас большой процент. 73. Идем дальше. Это момент твиста против Робза, Снекса, Оскара и Крис Жей. В 2018 году на карте ДКэш. Глок. Ой-ой-ой. Столько раз нужно промахнуться, дружище. Я не из таких, кто промахивается. Первый. В тело. Второго. В голову. Третьего. Тоже в тело. Короче. Один в тело. Один в голову. Один в тело. Один в голову. Надо в голову попасть. И в тело. И дальше выйти, убить его. Нет, все плохо было. Ладно. Я посчитаю, что эти 45% мне дались с божьей помощи. Поэтому я иду дальше. Это Ника Эйс Сдегла. Хм. 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 А, я это повторял. О боже. В последний момент это, конечно, легендарочка. Легендарочка на последнем моменте. Так, хорошо. Допустим. 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 Первый. Добрый день. Первый. Второй. Третий. Четвертый. О господи. 31%. Это просто легендарно. Только что мы прошли с вами карту. Я бы радовался, наверное, меньше, если бы эта карта была бы не от Соби Шока. Но я радуюсь больше. Но, конечно, я не могу это показать. Но, честно сказать, я доволен. Правда. Мои очки это 80... Нет, 873 989. Проходите эту карту. Пишите в комментариях ваш показатель. Понятное дело, это не мой лучший. Я сейчас после публикации ролика пойду еще делать. Может быть, на стримах буду это проходить. Кстати, насчет стримов. Я буду очень признателен. Я никогда в жизни не просил кому-то там что-то заспамить. Симплу в чате, либо в личке и так далее. Но я сейчас очень сильно прошу. Потому что мы этим занимались за год. И мне будет очень приятно, если хоть 10% людей, которые принимали участие в этом ролике в демках, как игроки. Они бы попробовали пройти эти моменты еще раз. Во второй раз в своей жизни. Представьте, если Ника на стриме будет проходить эту карту. Это будет очень легендарно. И без вашей помощи я это не смогу сделать. Без какого-либо лишнего спама. Просто написать стримерам. Может быть, в донате. Может быть, в комментариях о том, что вы можете повторить свои моменты. Вот на карте Соби Шока. В воркшопе просто скачать ее. Я буду очень признателен, потому что это поможет продвижению этой карты. Не только среди комьюнити игроков, но еще и про игроков. И, возможно, это дойдет и до Европы. Выражаю огромную благодарность человеку, который это создавал. Это человек по имени Ансимист. В течение года я его мучил каждый день. Писал о том, что у тебя происходит и так далее. Он взял это и сделал. Теперь я довольный. Я могу выдохнуть. Один из пунктов моих обещанных вещей я выполнил. Следующий это публикация, воркшоп карты Эмилона против ботов. Ну а дальше уже, понятное дело, все связано на сайте Соби Шока. Ну а сейчас все силы пойдут на распространение этой карты, чтобы на ней бы поиграло как можно больше проигроков. Спасибо каждому за помощь. Она будет очень сильно нужна. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok